Добрый день! Где бы вы ни находились, где бы вы сейчас не смотрели этот курс, какое бы время дня у вас ни было, на этом курсе мы изучаем тему покоя, отдыха, когда мы проводим время в уединении с Богом, когда мы наполняемся тем покоем и привносим его во все сферы нашей жизни, будь то на рабочее место, будь то проводя досуг. Необходимо, чтобы мы стали людьми, которые имеют мир с Богом, имеют мир с самим собой и несут этот мир другим, там, где они находятся. Итак, это следующая лекция, которая называется «Куртира между полюсами личной и общественной жизни». В Евангелии от Марка мы читаем о том, что Иисус часто проводил время как в уединении, так и нес публичное служение. И Он учил Своих учеников жить таким же образом, сохраняя этот ритм. Он сказал им, видя, как много людей приходят к ним, и учеников нет времени даже поесть, Он сказал им, «Пойдите вы одни в пустынное место и отдохните немного». Понятно, что речь идет не только о том, чтобы поесть, но и чтобы отдохнуть. Ученикам было необходимо не только поесть, но и отдохнуть. То есть, с одной стороны, множество народа, причем такое множество, что ученики просто выдохлись, им необходимо было время для восстановления, время, проведенное в пустынном месте. И заметьте, они должны были пойти не поодиночке, но все вместе, все вместе предстать перед Господом, провести время вместе, но без этой толпы народа. И вот эта идея о смене вида деятельности очень интересна. Мы курсируем на работу, с работы, чем бы мы ни занимались в обществе. Кто-то едет на машине, и сейчас становится все больше машин на дорогах, и люди проводят много времени за таким курсированием, в автомобильных пробках. Поэтому уходит много времени, чтобы добраться до работы, несмотря на то, что, может быть, работа всего лишь в нескольких километрах от дома. На это уходит время. Время на то, чтобы добраться из одного места в другое, будь то с работы домой или с дома на работу. Я думаю, многим это очень-очень знакомо, особенно тем, кто живет в больших городах. Или, быть может, вы едете куда-то в отпуск по загруженной магистрали, которая ведет к излюбленным местам отдыха людей, и кто-то может провести в пути несколько дней, чтобы добраться до нужного места. Идея в том, что у нас есть общественная жизнь и личная жизнь. И так было на протяжении столетий. Я из Миннесоты, и у нас зимой порой бывает так много снега, что приходится передвигаться на снегоходе. Конечно, это шуточная фотография. Вы видите здесь людей на снегоходе. Но если серьезно, у нас бывает так много снега, как, может быть, здесь, в России, что на машине не проедешь. Дороги засыпают снегом настолько, что люди вынуждены бросать машины и передвигаться по городу на снегоходе. Скажем, доктор в сельской больнице для того, чтобы посетить больных пациентов, едет на снегоходе к ним. Итак, курсируя между двумя полюсами. С одной стороны, у нас личная жизнь, а с другой – общественная. И порой, к сожалению, бывает так, что кто-то застрял посередине. Но бывает еще хуже, когда у кого-то вообще нет личной жизни, и он полностью застрял в общественной жизни, окруженной людьми, которым стараются угождать. И вот здесь вы видите картинку множества народа. И вот один человек на необитаемом острове. Возможно, он не по своей воле там оказался, и даже не может найти розетки для своего компьютера, вот под этой пальмой. Вы понимаете идею? Вы можете оказываться или в одной, или в другой крайности, либо быть зависимыми от толпы, и не представлять себе, как можно провести время наедине с собой. Вам постоянно надо быть в компании других людей. Но есть те, кто обожают жить в уединении, и могут провести многие часы, даже дни без общения с людьми. Они сами избирают себе такую жизнь, чтобы не быть в общении с людьми. Но вот посмотрите на Иисуса Христа. Он проводит время с людьми, с разными группами людей. Он служит им, отвечает на их нужды, потому что любит людей. И он хочет, чтобы мы стали орудием мира и приносили мир там, где мы находимся, этому беспокойному обществу, которое окружает нас. Но он также проводит время в уединении, и в этом сила, умение находить время для общения с Богом. Хотел бы предложить вашему вниманию цитату Паркера Палмера. Он говорит здесь о двух крайностях. Я попрошу свою жену Лоис прочесть эту цитату Палмера из книги «Активная жизнь». Многим из нас знакомо состояние, когда день за днём не живёшь, а изнемождённо мечешься в бесплодных попытках всё успеть и на работе, и дома. Нам знакома агрессия активной жизни, которая направлена против нас же самих, а подчас и против окружающего мира. Очень здорово жить активной жизнью. Будучи служителем, пастором церкви, я не проповедую отшельничество, когда люди отгораживаются от общества. Я лично не считаю, что такова Божья воля для нас. Но к чему мы призваны, это иметь насыщенное время наедине с Богом в уединённом месте, и потом, наполнившись Божьим присутствием, нести это присутствие другим людям. После этого мы возвращаемся к публичной жизни, и, как мне кажется, именно это показал нам Иисус в своей жизни. Именно этому Он научил учеников и учит нас сегодня. Мы не должны застревать, как некоторые люди, либо в полном уединении, либо целиком погружаясь в общественную жизнь, так что совсем не остаётся места для личной жизни. И проблема не в том, что жизнь очень активна, проблема в том, что она постоянно на виду у людей. Когда одно дело сменяется другим, так что нет передышки. Порой действительно мы делаем что-то очень хорошее, но в итоге изматываем себя, наносим вред себе и порой даже тому обществу, в котором мы живём. И я видел, как это происходит, потому что люди не отдыхают, живут постоянно на виду толпы, пока, наконец, не изнемогают, не начинают ошибаться, потому что они останавливаются, чтобы перевести дух, сверить направление по компасу, проверить свои отношения с Богом. Вместо этого они хотят постоянно быть окружёнными вниманием людей, и у них это получается, особенно если они талантливые или одарённые в чём-то. Но я думаю, вы понимаете, о чём я говорю. Вы можете уловить эту идею в других текстах Священного Писания. Так, к примеру, Иисус сказал в Евангелии Таиана, «Мне должно делать дела пославшего Меня, доколе есть день. Приходит ночь, когда никто не может делать». Даже у Иисуса было очень ограниченное время во время Его земного служения. И чем меньше у нас времени, тем больше мы хотим успеть сделать в это время. Кто-то, быть может, дожил до очень престарелого возраста, скажем, за 70 или уже за 90, и лишь тогда осознал, насколько кратко время на земле, и как сильно мы пытаемся всё успеть. Точно так же и в служении. Мы пытаемся быть везде, повсюду, и порой мы оказываемся настолько измотанными, что в результате ничего хорошего из этого не выходит. Но Иисус в промежутках между Своим публичным служением находил время для уединения. Мы уже прочитали текст, где Он обращается к ученикам и призывает их найти место для отдыха. И мы читаем вновь и вновь в Евангелии, что Иисус не только предоставляет ученикам возможности для служения, но и для восстановления сил, чтобы они провели время наедине с Отцом. Паркер Палмер написал следующее. «Люди, осознающие разрыв между монашескими ценностями и требованиями активной жизни, иногда просто оставляют свой духовный поиск. Они настолько устают, что в итоге оставляют одно или другое. И очень часто проблема вызвана тем, что им приходится быть с людьми слишком много, особенно когда речь идет о служителях церкви, когда люди начинают вас хвалить, и вам настолько нравится эта похвала, что вы начинаете искать ее вновь и вновь. Нет проблемы в том, когда люди благодарят вас, когда они признают, что Бог использует вас для служения, но порой вы воспринимаете это чересчур серьезно и приписываете на свой счет». Паркер дальше продолжает. «А люди, которые в духовной жизни не занимают активной позиции, порой становятся пассивными и замкнутыми, что угошает их дух». Вы видите контраст. Я даже эти слова другим цветом выделил, чем предыдущие. чтобы вы видели разницу. С одной стороны, люди чересчур активны, а с другой стороны, те, которые становятся замкнутыми. Бог хочет, как я считаю, чтобы мы умели переключаться между активной жизнью и личной жизнью, чтобы мы могли служить людям, но также и находили время для общения с Богом, однако не замыкаясь после этого от остальных людей. Большое дело начинается с малого пожертвования. И пятью хлебами можно накормить пять тысяч человек. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com Ищите нас в поисковых системах по запросу tvseminary.com Субтитры создавал DimaTorzok